На мой взгляд, конечно же, многие процессы, которые происходят в мире, они, безусловно, управляемы, то есть они не спонтанные. Управляется это, безусловно, капиталом. Капитал защищает сам себя и производит действия, направленные на увеличение этого капитала. Соответственно, если задать вопрос, кто правит миром, нужно понять, кто является самыми состоятельными людьми финансовой группы, финансовой корпорации. Собственно говоря, они и все это регулируют. Поэтому для того, чтобы сделать какую-то революцию, что уж греха таить, небольшую демонстрацию, митинг, нужны финансы. Понятно, что многие участники тех или иных волнений, движений, политических или общественных процессов делают это не за бесплатно. Всем нужно кушать, все хотят кушать хорошо, еще что-то одевать и что-то скапливать. Поэтому, безусловно, миром правят капитал. Ну вот, собственно, и все. А кто эти люди конкретно? Ну, я не готов назвать их имена, потому что многие компании, корпорации, крупные, ими владеют так называемые бенефицары. То есть, те лица, которые до юра не являются ни руководством, ни учредителями этих компаний. Поэтому здесь, наверное, вопросы больше к спецслужбам, которые, на мой взгляд, также управляются и регулируются капиталом. Продолжение следует...